Сегодня на участках голосовали сразу несколько необычных избирателей. Чем они запомнились и насколько активно жители Тюменской области принимают участие в выборах президента Российской Федерации, расскажет Юлия Никифорова. Ух ты, щука! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы пришли к вам голосовать. Утро на этом избирательном участке началось просто сказочно. Сегодня среди избирателей там появился Емеля. По какому адресу вы проживаете? Это вы. Это вы. Проходите. Вообще-то его зовут Ярослав, а образ Емеля молодой человек выбрал не случайно. Образ Емеля – это образ русского мужчины. А у славян есть такое поверье. Мужчина – это тот человек, который умеет принимать решения и нести за них ответственность. Вот я сегодня свое решение принял и ответственность за него отнесу. Но были и те, кто не смог попасть на участок вопреки желанию. И тогда исполнить его помогали члены избирательной комиссии. Они приходили к избирателям домой. Это мы долг уже, с такой возраст, что уже стыдно не идти на выборы. У меня внук на вахте, отвезти некому, а я не дойду туда. Все-таки вроде недалеко, но уже состояние здоровья не позволяет далеко ходить. Николай Масунов пришел сам. Ему 73. Вспоминает, что впервые проголосовал тоже в свой день рождения. Ровно 55 лет назад. Сегодня, будто вернулся в прошлое, он снова именинник и снова пришел на выборы. Прихожу, там прочитали так же. О, так у вас сегодня день рождения, да вы впервые голосуете. Корреспондент сфотографировали. В областной газете портреты статья была. Рабочий парень пришел впервые голосовать. Вот так вот было. А вот Кристина Лапсу и голосует сегодня впервые. В память о важном дне девушка получила ручку и диплом от избирательной комиссии. Это было очень волнительно. Ну и я очень рада, что могу повлиять на судебу страны. Вот это возвесит будущее страны. Не мог пропустить важное событие для страны. И Константин Друженков, он участник специальной военной операции, вернулся с передовой в сентябре прошлого года. Отдать голос на выборах президента, считать своим гражданским долгом. И пришел на участок вместе с семьей. От того, кого мы выберем, зависит будущее, куда будет двигаться страна. Мы всегда отдаем свой голос, всегда участвуем в выборах. Стараемся брать с собой детей, чтобы дети знали и были приучены уже к тому, что нужно отдавать свой голос, ну и выбирать мир. С установкой на счастливое будущее пришел и Дмитрий Нестеров. А чтобы все случилось наверняка, облачился в шкуру медведя и взял с собой бубен. Юлия Никифорова, Тюменская служба новостей.